Саня привет Привет еще раз Привет привет Инстаграм вообще какая-то беда Да что-то хромает он Я хотел сохранить эфир Короче и меня выкинул Просто в итоге первая часть Поэтому все кто Присоединился запомнят Наверное был хорошо Запомнят нас такими Там это Запомнил я последний Комментарий Алексей написал Говорит я тоже когда Начинал только этим всем интересоваться Искал людей С кем можно пообщаться Чувак ты типа болен Не тем занимаешься Не ну это реально Как бы можно назвать Какой-то зависимостью Когда ты попадаешь И тебя это цепляет То потом остановиться очень сложно То есть Инструменты Информация Книги Постоянно что-то Ну это Ну это Как хобби Это вообще очень крутое занятие Я считаю То есть когда хобби совмещать С работой Да Когда у тебя основная работа Ты занимаешься одним К примеру Хобби ты занимаешься Каким-нибудь там Например Проектом для души Да Допустим К примеру я сделал там Ну колодка Не носибельная Просто вот Мне интересно Вот я сейчас На нее пытаюсь Сделать какой-то Свой проект Там вот Вытянул Подкладку Бесшовную И так далее То есть У меня есть Своя основная работа Но тем не менее Я в этой же работе Нахожу какую-то Свою вот душину Какую-то лазейку И так далее То есть Интересное очень Занятие Очень многогранное А если вот Обуви не было Чем бы ты занимался Каким В какой бы Профессии Я себя Мог представить Очень сложно Честно говоря Даже Не задумывался Над этим никогда Оно меня на самом деле Так захватило И неожиданно До этого я Как бы учился На гидопереводчика И как бы Не знал Никаких бед себе И потом Попал вот В эту сферу И как оно Меня туда И все И Ну у меня просто Дед был Сапожником И всю жизнь Было как-то на слуху До меня мать Постоянно доносила Вот он там Сидел Там пошивал Что-то Вот у нас Коммерючки Вот он так дел А вот его нитки А вот его там Инструмент какой-то Который остался Там У бабушки Зингер Вот этот 35-15 По-моему Он до сих пор У меня есть Тоже Законсервированный Ну И как-то У меня в голове Это засело И Наверное Это мое какое-то Призвание Не знаю Дай бог Чтобы я был Его достоин Ну то есть Как бы Никакого другого Направления Ну если Ремесленные Какие-то Взять Направления Столя Вот у меня Такая Столя Я прям тоже Своего не было Столяркой Было То есть Это тоже Очень Ну круто Прям И дело в том Что у них Философия Очень похожа Ну наверное У всех таких Старых ремесел Философия Похожа Привет Так вот Давай Вопросы пошли Всем привет Кто подключился Спасибо Что смотрите Мы очень рады Что вы пришли Интересуетесь Вопросами Да Это здорово Оба И вообще Что-то пишите И задаете Это реально приятно И очень Интересно С вами общаться Отвечать на ваши вопросы Так бы Ну если бы это было Неинтересно Мы такие эфиры Не запускаем Мы в этом Ватсапе Мы пообщем Так Вопрос завершающий Как сохранять Спокойствие И душевное равновесие Глядя на ваши работы И сам процесс На наши работы Не знаю Я понял Ну точно так же Как мы сохраняем Спокойствие И душевное равновесие На тех людей На которых мы Равняемся Например Сейчас То есть Как бы Потихонечку По каждой ступеньке Нельзя сразу Как бы Завнаться на эверест Нужно Как бы Сделать себе Какие-то базовые лагеря Я должен Дойти до туда Потом Отсюда Всюда Здесь Переночевать И туда добраться Плюс Еще нужна Так называемая Аклиматизация Когда вы на одном уровне Должны Провести Провести Какое-то Количество Времени То есть И отработать Свои навыки Что касается Этого Навыков И уровня То есть Я уже миллион раз Говорил И не надо Браться сначала За рантами Это крепление То есть Как бы Ну вы можете Как бы Потихоньку Да По ступенечкам Но те ожидания Которые вы от него Хотите И видите Вот даже Да Смотря на нашу работу Вы думаете О да что тут Сейчас Возьмем Там Прошьем ранты Все Делов Вот Ну начните Лучше с клевых Начнете с клевых Две-три пары Сделайте Потом у вас Уже пойдет Все нормально То есть А когда Тяжело Провернуть Сразу огромный Груз Тяжело Лучше Постепенно Потихоньку И еще Один Момент Есть Относительно Вот этого Вопроса Когда человек Начинает сразу Ракт ее делать И у нее якобы Он получился И они думают Ничего сложного И они уже считают Себе профессионалами И Там Мастерами Что Одну пару сделали И уже готовы Заказы принимать Такого тоже Немного Это очень Да это ужасно На самом деле Я просто смотрю На это С такими слезами На глазах Вот Потому что Я сталкивался С такими людьми Которые вроде Как бы Там за какое-то Количество времени Ну там Работали Где-то год Очень важна База Которую Вы получите И человек С которым Вы например Вам повезло И вы попали В какую-то Мастерскую Под мастерием Вы все равно Как минимум Год проведете С человеком Наблюдая Каждый день Его работу То есть И все равно Через этот год Вы не сможете Сделать Именно Идеально Качественный Продукт Все равно Вам нужно будет Отрабатывать Это все Отрабатывать То есть Вы Вы сделаете Этот продукт На каком-то уровне Потому что Вы стартанете Да Вот как я Учился К примеру Да Я пришел учиться Под мастерем К Обущику Который Называл себя Мастером Ему большое спасибо За то Что он мне дал Какие-то азы То есть И я Дело в том Что когда пришел Я не имел отношения К этой профессии Я смотрю Что он делает Мне кажется Он мастер Он Он вообще Очень крутой И все такое Я у него научился Этой обуви И потом У меня попался Следующий мастер То есть Который Мне открыл глаза На то Что я делал До этого Это была все ерунда И потом Ну Как бы Вот С высоты Вот этих лет Которые я прожил Там в этой профессии Там это около 20 лет Я сейчас просто Вспоминаю Все эти этапы И каждый этап Казался топом То есть Вот это топовый мастер Это самое крутое Потом еще один Потом еще один Потом сам начал делать Потом тебе Кто-то в каком-то коллективе Сказал Ничего себе Ты делаешь А ты приходишь В другой коллектив А там Ребята еще лучше делают И так дальше Ну То есть Поэтому Развивать Самое главное Что есть у вас Желание Делать обувь И самое главное Иметь Любовь к этой профессии Тогда вы сможете Действительно Достойные Какие-то вещи Если у вас Этого не будет Если вы будете Преследовать цель Только зарабатывания денег Как вот Андрей сказал Вчера Пошел Отучился А завтра Ты уже даешь Объявление Что ты делаешь На заказ Ну Это ни к чему Хорошему Не приведет Однозначно Я имею ввиду С точки зрения Вот именно Профессии Если вы Любите Именно эту профессию Любите это дело И Вот хотите Настичь Каких-то В этом Абсолютно Привет 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 всем Кто подключился В этот поздний час Знаешь Как будто Сидишь на радиостанции За помощь Здравствуйте Сегодня Будем говорить Об обуви Можете задать Вопрос Мы постараемся На них ответить Ну кстати Вот такое Поставление беседы Это тоже Какой-то своеобразный труд Это как бы сложно Не На самом деле Вот Я что заметил Давно по себе То есть Наоборот Вот такая живая беседа Она Станет Сама Никуда заглянуть Не можешь ничего Подсмотреть Не можешь ничего придумать То есть Как есть Так и отвечаешь То есть Если ты не знаешь Ты говоришь Я не знаю Если ты там Говоришь Мне нужно посмотреть Напишите Нет Мне нужно посмотреть То есть Ничего Никаких секретов Никаких там Обманов Да Нет второго дубля Так скажем Костя спрашивает Рант ФМ Ох Слушался Да-да-да Классно вообще Хорошее Название Сейчас вот это Кстати Модно Всякие штуки Это подкасты На ютубе Вот я смотрю Знаешь Сидят два человека Перед микрофоном И Ну Просто их снимают Кто едет в машине Я там слушаю Включаю И еду Просто там Смотреть нечего Но люди Ведут какую-то беседу Кстати Прикольно было бы Рант ФМ Приглашали Да Рант ФМ Спасибо 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 большое Так Тут вопрос Что за тема мужчины Костя Пивец Костя Никакой темы Просто решили спонтанно В прямой эфир сделать Пообщаться С коллегами С интересующимися Поотвечать на вопросы Там были же вопросы Андрюх Да Да Так Александр Бородин Спрашивает Любой может научиться Делать круто обувь Слушай Научиться круто делать Обувь Может любой Но Не любой Может это Пропустить Через сердце То есть Да Вот это Круто сказано Да И дело в том Что есть там Да Действительно Обувь с душой Есть какой-то Такой именно Штампованный Продукт Который Человек делает Вот Для меня лично Вот у меня Философия такая Я обожаю Эту профессию То есть Как бы И вот даже Когда учеников Я беру Я вот У меня Такой критерий Отбора Если человек То есть Он стремится Заработать на этом Дене Или если он Не дай бог Заслаждет мне Вопрос А сколько Там Типа Я буду зарабатывать Когда я отучусь Ну Я все Таких людей Не беру Однозначно Это неинтересно То есть Я хочу передать Человеку Чтобы дело Жило То есть Как бы Своё То что я На данный момент Получил Я хочу Его передать Чтобы человек Приумножил Это Не просто Оставался На том же уровне Чтобы он Приумножил И развил Это ремесло Дальше То есть Ещё Добавлю То что Очень Даже не то Что когда Любишь это дело Очень тяжко Осознавать То что Настолько Мало людей Интересуется Так же Что реально Ты как будто Грубо говоря Находишься На какой-то коробке И тебе не с кем Поговорить А когда ты начинаешь Остальным людям Наносить Вот это Ну тебя смотрят Так Типа Слушай Что-то Ты вообще Как бы Не в ту степени Поэтому Тут такие Переживания Абсолютно Да Костя спрашивает Как пандемию пережили Тяжко Или заказы Сшли Ну мы в самом начале Отвечали То что Ну как у всех Занимались Больше Творческой работой Для себя Да Ну и Потихонечку Конечно Были какие-то Заказы Чтобы как-то На жизнь Сейчас более-менее Надеемся Что все будет Устанавливаться Так А ты не видишь Да вопрос Я Сейчас Начал Опять Костя спрашивает Есть ли Сложность В РФ Приобрести Достаточно Достойного Качества Кожу Мы Вот На прошлом Стриме Это обсуждали Что да Приходится Находить Какие-то Лазейки Там Какие-то Так вот Изгибаться Буквой Зю Достаточно Сложно Потому что Если А сейчас Тем более Когда ограничили Сколько там Таможенный 200 200 200 200 А вот Обычная Кожа К примеру Там Теленка 120 140 Дец Она будет стоить У вас Минимум 250 Евро По Минимум Вообще Ну то есть Брать два квадратных метра Это 300 евро Примерно То есть Один метр Квадратный 150 евро Стоит Получается Уже не проходите А те компании Которые пересылают Сюда Из-за границы Они просто Ты их просишь Говоришь Напишите Можете Я вам заплачу Все что Она стоит Просто напишите Что она стоит Например 190 Они говорят Мы знаем Вашу таможню Мы не хотим Сюда И все Потому что Они потом Пишут Жалобы Всякие санкции Принимают По этим вопросам Что типа Заниженные цены Пишут И все было бы Неплохо То есть Тебе прислали Кожу Да Ты взял Ну Шкуру Да Целую теленку Кстати Алексей не любит Когда он Кожа Сейчас Сейчас Да Алексей Вот Если ты берешь Целую кожу Животного То есть Там Ну Теленок Да Вот он 140 лет 250 Долларов Он к примеру Стоит И Ладно бы Заплатить Там пошлину Да Там Как-то там По остаточной стоимости Или по весу Там есть там Разные критерии Но нет Тебе нужно Еще Они увидят На таможне Что это кожа И тебе нужно Будет там Какой-то Аквед Там Подбирать Какой-то Там Чуть ли там Я как-то Пытался провести Там Три кожи Там Меня чуть ли не Догнали До сертификации Этой кожи В России То есть Я должен Пройти Все сертификационные Программы Ну Это Какой-то Кошмар Вообще Честно говоря Я не знаю Причем Но зато Заметить То что В царские времена Российская кожа На мировом уровне Молодцы И сейчас И мы вынуждены Искать в Европе Нашу кожу Я был Очень рад Еще Вот То что Да Наше сырье Скорее всего Уходит туда Вот И потом Они его выделывают Особенно там Олени Да Сколько у нас оленей Там Пастбища целуют Причем Причем Знаешь Извините Перебью Причем Самое интересное То что Надо законодательство Проверить Почитать По этому вопросу То есть Стоит ли Вопрос Сырья То есть КРС Это Казар Или Или просто Типа Не выделана кожа Запрещено Там Какие-то Объемы возить Может олень Вообще Можно Хоть тоннами Возить И под видом Олени Вывозят И КРС То есть Это все Спорные моменты Можете уточнить Вот делали бы Знаешь Какой-то Такой Упрощенный Знаешь Как сейчас Все привыкли Упрощенно Да Как раньше Если ты На телефоне У тебя закончились деньги Ты должен пойти Купить карточку Там Или что-то Сейчас ты нажал Две кнопки Можно было бы Так Приехала кожа Тебе сказали Дополнительно Заплати Там 50 долларов Ты нажал Заплатил Все Эту кожу забрал Нет Тебе нужно Поехать туда Сюда Ну это Вообще Такой ужас Ну короче Я думаю Мы ответили Кость На этот вопрос Да Так Сколько времени Уходит на одну пару Ну В зависимости Какая Наверное Это пара Ну Так Если Вот да Посудить Да Тоже Мы что Рассуждали То есть Если Рандовые метод крепления Да Классические Если у тебя Все для него Есть И колодки И заготовки И кожа для деталей Низа То есть У тебя уже Все готово Например Четыре пара Лежит За месяц Реально Сделать Четыре пара То есть Прям Ну Не то что Не напрягайся А как бы Планово Распределяй работу Это если Один человек Работает Прям один Вот все делает То есть Четыре пара За месяц Хотя Не все делает Если еще Есть заготовки Там он сам шьет И моделирует Не Я имею ввиду Стартовая позиция Начинается С того Что ты вот сидишь Перед тобой стол На нем Четыре пара Колодок Четыре пара Заготовок И весь Перекладка То есть Тогда Вот А так Как бы Я думаю Если начиная С колодки К примеру Приходит к тебе Клиент К которому Ты меряешь Ногу Весь процесс Может занять Мне кажется Две пары Максимум В месяц Прям Максимум Когда ты сам Изготавливаешь Колодку И все А так В принципе Можно Клеевой метод Крепления Можно За день Две Три Пар Делать Все Зависит От конструкции Я работал На массовке Клеевой метод Крепления Делал Шесть Пар В день Ну Видишь То есть Ты как Пирожки Лепил Вот в этом Есть Отлич Причем Не пирожки Я довольно-таки Крепко Вытягивал Старался Еще Все У меня Было Довольно Подошва Готова Была Правильно Не Сам Делал Нет Это не кожа Это кожа Ворон Это То есть Это Женская Модельная Обувь На высоком Каблуке Ну Как бы Назвать ее Какой-то Сложной С очень Большой Натяжкой Потому Что Если Мы Возьмем К примеру Как Изготавливалась Женская Модельная Обувь К примеру Там В начале 20 века Там До 30 Годов Пока не Появились Там Хорошие Серьезные Клея То Это Очень Сложная Была Обувь Потом Когда Появились Серьезные Клея Где Можно Все Зафиксировать Жестко Конечно Работа Обувщика Упростилась Очень Сильно Вот И поэтому Сейчас Я знаю Ребят Которые Шесть Пар На Высоком Каблуке Подготавливая Стельки Естественно Картонные Там Все Такое Термо Пластичные Задники Все Такое Прочее Шесть Пар В день То Как Утром Берут Доклад На Следующее Утро Сдают Пары Все Так Так Тут Вопрос Даша Где Берете Сырье Высшего Сорта Ну Как Рассказывали Что В большей Случа В Европе То есть В России Невозможно Ничего Хорошего Достать То есть Если Что-то Появляется Вдруг И Кто-то Про Это Узнает Там Узнают Все И Просто Это Либо Один Человек Забирает Либо Потом Последующие Три Пять Человек И Все То есть Если Ты Сейчас Это Не Возьмешь Если Что-то Хорошее То Потом Это Очень Не Будет Поэтому Приходится Как-то Вот Так Крутиться Александр Пишет Да Как Приготовить Борщ Он Кстати Повар Хороший Наверное Проводит Аналогию Собу И С Кулинарией Я Кстати Это Тоже Недавно Летом Делал Плов На Даче И Там Ты Начинаешь Делать Я Помню 150 Я Первый Раз Сделал 150 Советов Как Надо Положить Какое Масло Надо Использовать Заходишь Что-то Почитать Всякие Комментарии Люди Пишут Короче Лучше Вообще Не Готовить Тогда Если Слушать Это Все Да Еще Есть Феромоны На Пальцах Которые От Этого Тоже Очень Много Зависит Кстати Кто Готовит С Каким Настроением Так Что Там У Нас Еще Ты Видишь Нет Все Нормально У Да Сейчас Вот Листа Запутался Путь Самурай Алексей Печный Так И Есть Добрый Вечер Всем Добрый Вечер Ребята Вы Находитесь На Радио РАМ ТФ Так А тут Сверху Еще Куча Целых Вопросов Смотри Костя Спрашивает При Конструкции Блейк Рапид Обязательно Должна Присутствовать Прослойка Мецов Не Не Подожди Ну ладно Давай Там Просто Еще Есть Вопрос Давай Отвечай А что Я не в 107 Залез Хочу Я отвечаю Ты Отвечай Так Давай Я сейчас Да К сожалению Истинных Фанатов Нашего Ремесла Не Так Много Как Хотел Дима Пишет Да Совершенно Верно Вот Еще Костя Спрашивает Чаще Стильки В обуви Делают Из Кожи Какого Дубления Ну Как Все Зависит Какая Стилька Основная Вкладная Скорее Всего Основная Ну Вообще По Классике Это Растительное Дубление То Есть Там Экстрактами Дуба Там Куча Там Набор Экстрактов Я советую Посмотреть Набрать В ютубе Тирби Алисон И найти У него Видео Где он Приезжал На фабрику Джиар И общался С основателем Джиар И там Прямо Экскурсия По фабрике Он Прямо Рассказывает Какими Там Растительными Дубителями Дубят Они Кожу Сейчас На данный Момент Преимущественно Дубление То есть Растительное Там Хром Как оно Называется Я забыл Хромтонидное Ну да То есть Как бы Оно Половина На первую Потому что Хром Он Как бы Убыстрее Гораздо Процесс Прям Общие Образы Вот А Вот Немного Кстати Осталось Фим Который Именно Натуральными Компонентами Дудет Кожу Это GR Это Тот же Самый Бейкер Там В Англии Возможно Еще Есть Какие-то Люди Которые Это Делают Но Вот Это Самые Две Знаменитые Фирмы И Опять же То есть Он Тоже Говорит Что Они Как бы Держатся Вот Именно На Этом То есть Энтузиазме На Энтузиазме Людей Которые Поддерживают Вот Такой Вот Именно Натуральный Способ Изготовления Обуви То есть Если бы Не было Отелье По Пошивам Да Таким То есть Как бы В Европе Это Бесполок У нас Индивидуальный Пошив Если бы Не было Таких Ателье Не было Давным Давно Ни этого Джиара Ни Бейкера Никого Не было То есть Они Держатся На Энтузиазме Вот Таких Людей Которые Горят И Хотят Делать Так Как Раньше Ну Давай Теперь Свой Вопрос Реконструкции Блейкерапид Обязательно Должны Присутствовать Прослойка Медцом Между Рантом И Подошвой Это Вопрос Обязательно Блейкерапид Обязательно Присутствует Да Только Там Ранта Нет Там Получается Это Идет Либо Просто Подошва Да Этот Ну Как Так Называем Медцом Либо Иногда Можно Сделать Обводку Это Как раз Будет Рант Прошивной Более Менее Похожей На Блейкерапид Правильно? А что Такого Обводка Объясни Ну Обводка Это То же Самое Что Рант Только Как бы Она Замкнутый Контур У меня Что-то Постоянно Что-то Я пытаюсь Крутить Чат У меня Постоянно Вылазит Клавиатура Ну Это Бывает Так Пишет Привет Из Питера Ваня Дима Привет Такое Интересно Если это Дима Я не Ваня Или Ваня Дима Да ладно Черт Побудь Ваня Немножко Прямо Как в Методичке 1898 Возьмите Заготовку Приступайте К работе Когда Купили Ну Тогда же Как бы Было Просто Лишь бы Сделать Чтобы Можно Было Носить То есть Понятно Что Какие-либо Дворяне Там Пришли Померили Могу Им все Сделали В лучшем Виде Очень Красиво А методически Делали Для кого Для Людей Которые Могут Сами Себе Сделать Пару Обуви Поэтому Им дали Какой-то Определенный Шаблон По которому Они могли Покроить Но я себе Одел на ноги Ничего страшного Что там Где-то Или наоборот Много Пойдет А прикинь Было Так Крестьяне Приходит К пометчику И говорит Слушай Сапоги Прохлубились Что делать Он говорит Мы же Методички Вам выдали Вот И шейтесь Все Да Ну Кстати Многие Дворяне Своих Там Каких-то Столбовых Я не знаю Как это Могут Называется Крепостных Вернее Отправляли На учебу В Европу К мастерам Они там Учились Несколько месяцев Приезжали И потом Пошивали обувь И кстати Вот мы недавно Обсуждали Да Лев Толстой Он Как бы Вдохновлялся Нашей профессией И Сам Учился Этой профессии И кстати Очень сильно Ее ценил И сделал Какому-то Своему Знакомому Я не помню Или даже Родственнику Пару Какому-то Писателю Да Сделал ему Пару Значит Отдал ему Тот В ней Походил Немного Она ему Очень сильно Давила И он Поставил Рядом 12-том Толстого И написал 13-й том На ней Поставил Есть Очень интересная История Но он Делал Для себя Обувь И считал То есть То что он Пишет Это ерунда Может быть Он Конечно Как бы Как это Набивал Все цену Типа Вот Самое Мое Лучшее Произведение Это Сапух Он Так Говорит Наверное Он набивал Все цену Скорее всего Ты видишь Нет Вопрос Сейчас Нет Подожди Ищи Пока Я прочитаю Когда Купили Кожаные 900 евро То Со всеми Документами Получается Еще Около 1000 евро Помни Такой Трэш Это Был Очень Жестко Такие Бывают Ситуации Добрый Вечер Добрый Вечер Всему Привет Из Питера Сломанный Ваня И Дима А Ваня Ваня Бухаров Наверное Дима Наверное Привет Привет Дмитрий Андрей На какие Клея Лучше Клеить Вкладную Полустельку Почти Все Пробовал Но Отваливается Со временем То есть Отваливается Я так Подозреваю Когда Человек Ну То есть Разувается Да Подцепляет Скорее Я тоже Сталкивался С таким Моментом Честно Говоря Даже Не знаю Наверное Лучше Целиком Стельку Вклеить Вкладную Ну Слушай Я Знаешь Как Делаю Мой Метод То есть Перед тем Формовать Стельку Я ее Стеклю В любом Случае И еще Прохожу Металлической Щеткой Ну Основной Да Основной А потом Уже После Снятия С колодки Ну Если Там Есть Стальк Какой-то Или еще Что-то Я Это Вытираю Все Влажно Потом Она Просыхает Потом Кладу Полустельку Отмечаю Передний Край И Где-то На Ширину 2-3 Сантиметра Я еще Шкрябую Ножом В этом Месте И потом Приклею На 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 Слушай Ну Тоже Производил Такие Манипуляции Все равно Как бы Со временем Ну То есть Понятно Что Там Какое-то Время Оно Держится Но Со временем Постоянно Особенно Если Обувь Часто Используется Со временем Он Начинает Задираться Задираться И Потихонечку Он Начинает Подворачиваться И Обуви Ну Я Постоянно Это Вижу Вот Постоянно На Любой Обуви Любого Класса То есть Как бы Там Хоть Будет Луи Виттон Или Что-либо Еще Там То есть С кожаной Стелькой Оно По-любому Полустелькой Оно В любом Случай Знаешь Что Можно Еще Попробовать Какой Вариант То есть Ну Обычно Мы Делаем Полустельку То есть Линия Пучков И где-то Эквидесантную Линию Вниз Там На 2-3 Сантиметра Это Будет Передняя Линия Полустельки Вот Но Я Часто Замечал То Что Я Не знаю Почему Может Быть Кстати По этой Причине В рабочих Ботинках Делают Полустельку Намного Короче То есть Она Практически Там До Середина Гелен Где Пучковая Линия Когда Человек Разрывается Она Не достается Можно Попробовать Такой Причем Когда Еще Я Хочу Сказать Когда Джон Лоба Разбирал Да Вот Этого Много Известного У него Была Короче У него Была Стелька Короче Я Не знаю Сейчас Ну Я Не буду Сказать Долго Там Как раз На Основной Стельке Абсолютно Андрюха Кстати Это Очень Имеет Место Будет Я Считаю Что Это Прямо Вариант Потому Что Там Даже По Колотке Смотреть Да Когда Человек Выходит Вот С этой Ширины То Здесь Он Достаёт Ногу Свободно Разувается А вот Именно В этом Месте Соприкасается Нога Пучковая Линия И она Тянет Полустельку Если Полустелька Будет Именно На Этой Линии Он По-любому Будет Задирать Если Она Будет На Вот Этой Линии То Не Будет Контакта Вот Обычно Делается Вот Так Да Делается Ниже Интересный Какой Вопрос И мы Поговорили Об Этому Вот Это Джон Лоп Кстати Что там За товар Бейкер Да Бейкеровский А ну Пахнет Класс Так Это Ответили Так Костя Спрашивает Зачем На Каблуках Стирают Обрезают Один Угол Обычно С С С С С Угол Пара Это Очень Такая Интересная История Расскажешь Ну Ты Вообще Об Этому Решал Ну Ну Как Бы Я знаю Потому Что Ты Мне О ней Поведал В принципе Я Тоже Об Этому Думал Вообще То То Ну В старину Когда Джентльмены Носили Обувь Классическую Они Очень Любили Сидеть Ногу На Ногу Да Ну Как Б Показывать Да Там Может Свой Статус Или Еще Что Вот И Когда Ты Закидываешь Ногу На Ногу То Ты Внутренним Углом Касаешься Штанины Правильно Штанины Штанины Вот А Раньше Делали Одежду Из таких Грубо говоря Для Знать Из деликатных Материалов Поэтому Очень часто Ставили Зацепки Вот Тогда Бурщики Придумали Такой Способ Что Снять Уголочек И Получается Плоская Поверхность Которая Не цепляла Б Вашу Штанина То есть Вот Для Этого Сделали Такую Штучку И Сейчас Как Дать Традиции Используется Повсеместно Если Кто Знает Другую Историю Можете Рассказать Это Единственное Правильное Возгер Так Дальше Вопрос Привет Парни Владимир Яков Задает Андрей А Запись Эфира Будет Запись Эфира Вот Этого Я надеюсь Будет Потому Предыдущий Который Мы Делали Сейчас Я пытался Сохранить И Просто Инстаграм Выкинул Чуть Сегодня С Инстаграм Какие-то Проблемы Последнее Время Поэтому Не знаю Ну Надеюсь Получится Сохранить Как бы В любом случае Не будем Удалять Получится Получится Нет Не обессудить Часто Видел Костя Спрашивает Именно На парах Джон Лофф Что На сгибах Кожа Прямо Трескалась Нигде Больше Такого Не видел Из-за Чего Может Быть Честно Говорю Наверное Из-за Качества Кожи Скорее Всего Джон Лофф Использует Какую-то Хорошую Кожу Честно Говорю Даже Предположить Не могу Не знаю Надо Конечно Видеть Видеть И Во-первых Давайте Определимся Какой Джон Лофф Это Джон Лофф Париж Или Джон Лофф Лондон То есть Если Это Джон Лофф Париж То Это Совершенно Другая Компания Нежели Джон Лофф Лондон Потому Что Джон Лофф Лондон Это Истинная Компания Джон Лофф А Джон Лофф Париж Выкупленная Компания Эрми И Сейчас Там Делается Пары Джона Лофф Лондон Ну Какие-нибудь 20-летние Давности С трещинами В принципе Возможно Потому Что Кожа Стареет И Без Нужного Ухода Она Трескается К примеру Есть Такой Канал Бесплок Аддикт Называется Там Человек Коллекционер Он Собирает Пары Мастеров Джон Лофф Никола Стушек Максвелл Генри Максвелл Ну Вот Разных Там Бувщиков Середины 20-го Века У него Есть Очень Интересные Пары Очень Много Чего Посмотреть Чему Увидеть Вот Как Допустим Баланс Пары Как он Должен Классический И там Да Джон Лоба Пары Они Как бы Потресканные Ну Потому Что Время То То есть Как человек Ими Пользовался И так далее А просто Вот Да Андрей Я думаю Ну Такой вопрос То что Нужно Именно Смотреть Из-за чего Как И что Произошло То есть Если Трещина Это Во-первых Первое То есть Что может быть Неправильно Подобранный По размеру Пара Да Который Неправильно Сформировался Сгиб Там И Он Сгибается И Соответственно Как бы Идет Трещина Большое Напряжение Именно На площадь Изгиба Второй вариант Это Неправильная Носка То есть Несоблюдение Режимов Использования Обуви И сушки То есть Обувь В любом случае Да Абсолютно верно И третье Это Именно Как Каким образом Хранилась Обувь После использования Может быть Человек Просто Совпало Под батарею Поставили Да Поставили Под батарею Потом Хоп Кремом Намазали И газетами Напихали Снутри То есть Ну Нужно Смотреть Именно Конкретно Не знаю И то есть Да Ребята Не путайте Есть два Джон Лоба То есть Вот Давай дальше Человек Да Скорее всего Так Про стильку Алексей Пишет Да Кстати Попробуйте И Напишите Потом Ну Как Получится Есть результат От этого Ребята Читай Я смотрю Что Я расплылся Или что Ребята Вы замечательные Вы лучшие Спасибо Большое Но Себе Четвертый Час Покидаю С благодарностью Блин Мы очень рады Что вам понравилось Чисто Человек Человек Четвертый Час Он смотрит Эфир Это офигенно Я просто В шоке Если честно Ну Просто видно Светлана Четвертый 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 Так Может быть Есть люди Которые 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 ходят Я не могу Четвертый 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 Которые ходят Я же Прямо Хоть час Радиостанцию Делай И там Вещай Слушай Надо кстати Узнать Это По поводу Радиостанции Ну можно же Слушай Нам еще Только радиостанции Не хватало У нас уже и так Блин Столько всего Что Дай бог Это все провернуть Так ребята Я с подкладкой Все пропустил Похоже Не смог Подключиться К эфиру Был ответ Возможно Повторите Пожалуйста С подкладкой По поводу Козы Там КРС А Алексей По поводу Подкладки Конечно В преимуществе Лучше Использовать КРС Почему Потому что Структура Строения Кожи Крупного Рогатого Скота Это Приобретение Коллагеновых Волокон Хаотичное И за счет Этого Достигается Наивысшая Плотность Соответственно Кожа Овцы Кожа Козы Они имеют Слоистую Структуру Вот так Вот Соответственно Они больше Подвержены Истиранию Но Выделка Выделки Родин То есть Есть Кожа Достаточно Хорошего Качества Козы Которая Как раз Используется Модель А есть Кожа КРС Которая Худшая По качеству Нужно Все Оценивать И Адекватно Подбирать По назначению И плюс Мы еще Поставили Акцент На том Покрытая Кожа Или нет На этом Нужно Ставить Акцент Да То есть Преимущественно Выбирать Кожу Неукрытую Какими-то Красками Так Бриллианшус Привет 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 Так вот Саня Пишет Я вообще Красавчик У меня Очень Зашло Александр Кихай Пишет Привет Прерывается Слушайте Александр Кихай Подпишитесь На него Это Мастер Из Украины Очень Такой же Увлеченный Ремеслом Как и мы Очень интересная Работа у него Так что Подписываем Да Кстати Я тоже За ним Наблюдаю Прям Впечатляет Молодец Костя Пишет Тебе Это были Джон Лоб Пэрис И Разные пары От разных клиентов Ну Ну Блин Да Пэрис Приносила Три пары Разные В разное время Ну Тоже Вот Костя Сделайте себе Какие-то Статистические Пометки Чтобы можно было Там Спросите у людей А как вы ее хранили Там Все такое Что можно было выявить Это Джон Лоб Париж Такие Ну то есть Ставят такой Нехороший товар На свои пары Либо это клиенты Неправильно ее хранят Вы же по-любому Беседуете с клиентами И говорите им там Вставляйте формодержатели Там Нужно уход проводить Там Нужно ротацию пар проводить К примеру Да Там Чтобы у вас было Хотя бы Три пары в неделю Чтобы вы их могли ротировать Чтобы они могли сохнуть Как-то Прилично На формодержателях То есть Когда такая информация есть Тогда можно сделать вывод Вот О качестве кожи Ну Честно говоря Там Это ненормально Наверное Да Если эта пара Не сильно старая Чтобы она трескалась Как ты считаешь Андрей Мне кажется Это ненормально Конечно То есть Костя кстати В шузинге работает А Ну Вот Это и Костя Кстати очень интересно По поводу вот этих Крупных Брендов С мировым именем Всякие вещи Если есть возможность Можешь присылать Всякие такие штуки Интересно Обсудить Ну да Очень интересно Если были бы Какие-то там Такой массив данных Которые можно было бы Правильно анализировать В каких случаях Используют полустельку И полную вкладную стельку Спасибо Я считаю То что Используют полустельку В тех случаях Когда основная стелька Натуральная Вот Смысла нет Например Закрывать Основную стельку И еще Полустелька И еще Словим клей Чтобы ее приклеить Вот А когда полустелька Одная стелька Наверное Из кожи То есть Например Идет основная стелька Из картона Либо из кожи картона Такие ситуации Ты еще пропустил Сверху Там было Мари писала А да Скажите пожалуйста В каких случаях Ставить супинатор Обязательно Ну В случаях Когда каблук Выше Двух с половиной Сантиметров Это точно Однозначно Ну да Это да Но это классическая Дива мужская Вообще В идеале То есть Но тоже все нужно смотреть От конструкции подошвы От конструкции Там Даже того же самого верха То От пяти Естественно Мы не говорим Ни о каких там Платформах Там кепах То есть От пяти миллиметров Рекомендуется Ставить Жесткий супинатор Который будет поддерживать Миллиметров Да От пяти То есть Свыше пяти Либо деревянный Либо металлический Это В любом случае Костя еще пишет Просто ни одного другого бренда Не видел На коже Такого Эрмеса Да Если я не ошибаюсь Да Конечно И свой бокс И свой крас И все Они сами делают У них там прям большой концерт Набойки на носок Вообще Испытывают 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 Не минуты Дискомфорта Потому что Потому что Действительно Ты привык Толкаться ногой Для подошвы кожаной Потому что Основная часть Толчковая Находится Именно Вот в этой части Куда ставится Металлический Масок И она Очень сильно Истирается Андрюх Скажи Ты хотел Добавить Да Ну как бы Я еще Больше склоняюсь К тому Что Даже она Не то что Больше истирается Хотя истирание Имеет Места быть Но она Больше Упрессовывается Потому что Как раз Как-то говорил Что она Толчковая И соответственно Деформируется Передняя часть Ранта И подошву То есть А металлический Костяк Все-таки Это компенсирует Вот Ну вот С точки зрения Чтобы клиент Был готов К этому Нужно По-любому Да Это в любом случае Как бы По внешним показателям Мне нравится Обувь Абсолютно Я себе поставил Я просто По своим ощущениям Говорю Для меня Это было Не очень обычно Потому что Ну немного Появляется Дефкомфорт Но потом Это уходит Хотя Известный Вот На ютубе Сергей Минаев Говорит То что Вообще На поступь Это никак Не влияет Поэтому Ставьте И не заморачивайтесь Не знаю Я не на силу Вообще Ничего не могу сказать Ну я Вот по своему Личному Опыту Могу Сказать Такое Ну Может быть У меня Какая-то Другая поступь Не такая Как у всех Но Это мой Личный опыт Все Нарантофон Закончились Вопросы Все Жалко Ну Жалко О От Илье Закарян Приветствую Библиотека Позже С 30-х годов Но все равно У них Там Информацию Прямо Они доносят Очень адекватно Книги Везде покупаю На аукционах На барахолках Где только увижу Сразу сберу Потом разбираюсь Хорошая или нет Вот У меня В принципе На странице Есть там Какие-то Обзоры На эти книги Я Там Стараюсь Периодически Выкладывать А что там В той книге То было Как он правильно Выбирает Напис В Каизе Конечно Было Конечно Все было Да Это в любой Книжке Есть Это есть В Иванове Это есть В Шуе То есть Ну это Глупое Было Вообще Замечание Такое Мне кажется Грубое Не знаю Что это Был за человек Но Приятно Мне конечно Было читать Такой Комментарий Еще Кстати Это про книги Ты говорил До 30-х годов Там Ценная информация Вот Раньше На начальных этапах Интереса к обуви Я смотрел На обувь Там 19-го века Начало 20-го века Она у меня Какого-то Вообще Интересного Завала Чем я больше Улыбляюсь Сейчас В изготовлении Обуви Тем не Я больше смотрю То есть У меня уже Просыпается Интерес К любой Обуви То есть Я уже не смотрю Это мне нравится Это мне нравится Ну как бы За исключением Каких-то Этих Категоричных Моментов Вот Поэтому Может быть У кого-то Такие мнения Сейчас И знайте То Что Они В дальнейшем Поменяются Да И причем Даже Может быть Одна и та же Книга В разное время Прочтения Она Совершенно Раскроет вам Другие Какие-то Аспекты Которые вы Можете Не увидеть Сначала Прочитав Ее Быстро Пробежав А потом Вы начнете Видеть Невану Чего там Андрей Читаешь Пара Последних Видео Можно Пару слов О них Это Тебе Андрей Наверное Алексей Уточните Что-то Не понимаю Последние Видео Ты снимал Там не пара Там полупара Полупара Неважно Никто не знает Эту историю Это Полупара Которая Идет Как бы Есть Российская Гильдия Обращиков Мы Создали Фактически Вот Сейчас В ней Девять Действующих Участников И Соответственно Мы Договорились Сделать Внутренний Такой Конкурс Ну Не то Что Конкурс А просто Зачет То есть Как бы Гильдия Гильдия Нужно Показать Свою работу Вот И соответственно Есть Значки Участников Гильдии Чтобы Служить Значок Нужно Сделать Изготовить Полупару Оба По Заданию То есть Мы Провели Жеребьевку Среди Этих Участников Кому Лофера Кому Фолброги Кому Оксфорда И так Далее И соответственно Раскидали Это между собой И сделали Вот Мне достались Лоферы И я Выполнил Такую Полупару Скажите Пожалуйста Какие Еще Существуют Стандарты Колодок По высоте Каблука Стандарты Колодок По высоте Каблука Я Честно говоря Не знаю А что Значит Ну То есть Есть Колодки С низким Каблуком Есть С высоким А есть Особо Высоким То есть Вот такая Градация А как бы Какие стандарты Не понимаю Есть ГОСТ В 88-м году На обувной колодке Там все Прекрасно Написано По всем Аспектам То есть ГОСТ Колодки Обувной В 88-м году Смотрите И все По высоте Вот такие Как ты Говоришь Правильно Низкие Средние Высокие И по-моему Там еще Есть Особо Особо Четыре У Алексея Бонфейс Интересный Экземпляр Старинных Образцов Да Кстати Тоже Интересный Аккаунт Вообще Очень Что-что Да я Алексея Прошу Чтобы он Написал Ссылку Здесь Может люди Ну Как бы Не понимают Как он Детейш Он Скинул Либо Он Разве Бонфейс А я Все время Бонефат Какой-то Это То же Самое Китаю Но Он Очень Крутой Я С ним Как-то Тоже Переписывался Такой Он Коллекционер В общем Ему Это Все Нравится Люди Даже Не Делая Обувь Они Находят Такой Шарм Они Коллекционируют Они Коллекционируют Инструменты Вокруг Этой Темы Вообще Крутится На самом Деле Очень Много Интересного Макосины Это Макосины Нет Это Лоферы Прикол А что Я Не Ну Наверное А чем Макосины Кстати От Лоферов Отличаются Я Думаю Вот Этой Сборкой Макосин Ну Я Думаю Макосины Это Мягким Задником Нет Макосины Я Думаю Это В первую Очередь Это Способ Формования Оба Эта Колодки Макосины Это В любом Случа Внутреннее Формование А Лоферы Уже В смысле Ты имеешь Ввиду Что Снизу Нет То есть Они Полностью Кожаные Ну Либо Полностью Последу Либо И То есть Заканчиваются Верхним Швом Правильно Да Каким клеем Пользуетесь Для приклеивания Резиновой Подошвы К кожаному Мицолу Хорошо ли Держит В наших Погодных Подожди Прежде чем Начнешь Отвечать Вот просто Я очень Часто Ну Топлю за Терминологией Да Но иногда То же самое Шипаюсь Алексей Иногда Поправляет Нас Особенно За эти Шкуры Вот Но Говорите Мицол Говорите Промежу Промежуточная Подошва Просто Промежуточная Подошва Не надо Мицол Это Иностранство То есть Есть Промежуточная Подошва Или давайте С вами Выработаем Какое-нибудь Слово Которое Будет Охарактеризовывать Подошву Среднюю Одним Словом Ну да У нас Есть свой Язык Как бы Мицол Мы Стараемся Уйти От этого Потому что У нас Действительно Богатая История Обувная То есть Если Мы Почитаем Все И Давай Каким Клеем Пользуемся Для приклеивания Резиновой Подошвы То есть Резиновой Это Именно Резиновый То есть Как бы Резиновый Компаунд И вы Уверены Что Это Резина Либо Вы Имейте Резиной Все Что Такое Черное Такое Такое Black Лайс Мэтаж Прошу Прошу Прощения Извините Все Не В любом Случай Ну В любом Случай Я пользуюсь Десмаковым Полиуретановым Клеем То есть В этом Случай То есть В любом Случай Подготовка Резины Это Протравка Галогенирование Подошвы И потом Да Такое А если Это Будет Как он Называет ТЭП Например ТЭП Ну там То же самое Только Галогенирование Тоже будет И соответственно Десмаковый Полиуретановый И кожеволон Ты будешь Клеить Тоже Да Я В любом Случай Ну У меня Немножко Другой Вот Опять Полтора минуты Полтора минуты Остается Простите Все Мне кажется Клеите Как сказал Андрей И все будет Хорошо Я уложился Нет На самом деле У каждого Мастера Я шучу У каждого Мастера Есть свой подход К примеру Резину бы я клеил На Найрит ТЭП Я бы клеил На Десмакол Естественно Со всеми протравками Кожеволон бы я тоже Клеил на Десмакол То есть У каждого Мастера Свой подход Но есть Такие материалы Которые Отторгают К примеру Десмакол И К примеру Если вы ТЭП Будете клеить Найрит Он не будет держаться Да Вот Конечно Вообще не будет То есть У каждого Есть своя Методика Макосины Были у индейцев Что Третий час Будем мысить Ну слушай Давай сейчас Закончится Посмотрим Ну и ребята Вроде там Что-то Спрашивают Можно пойти Перекурить И еще Ну Максимум Минут Треть Посидеть Я думаю Да Нормально Давай Так Макосины Суши И Да Хорошо Все Сейчас еще раз Запустим Готовьте Вопрос